Председатель Центрального банка Эльвира Набиулина предложила закрыть программу выдачи льготной ипотеки. По её словам, это может произойти уже предстоящим летом, передаёт РИА Новости. О причинах такой инициативы и о возможных последствиях мы расскажем в следующем материале нашего выпуска. В прошлом году жителями Тверской области было оформлено 15 700 договоров ипотеки. Это на 5,5 тысяч больше, чем в 2022. Объём выданных кредитов на покупку жилья составил почти 53 миллиарда рублей, что в 1,6 раза выше, чем годом ранее. Однако теперь тренд, скорее всего, разворачивается в обратную сторону. Например, в январе эксперты зафиксировали снижение выдачи займов на четверть по всей стране. Как мы видим, процентные ставки по ипотеке льготные и обыкновенные, разница колоссальная. То есть сегодня банкам, безусловно, уже невыгодно выдавать ипотечные льготные кредиты. И как мы видим на практике, что банки начинают ужесточать условия в отношении первоначального взноса, в отношении качества заёмщиков. Ситуации на рынке озаботились и в Центробанке. Его руководитель Эльвира Набиульна призвала уже летом завершить программу льготной ипотеки, так как прошлогодний ажиотажный спрос грозит формированием на рынке пузыря в виде большого количества закредитованных граждан. Плюс цены на новостройки за последние годы неадекватно выросли. По мнению Центрального банка, у застройщиков слишком высокая маржинальность на строящемся жилье. Несмотря на то, что они платят проценты и так далее. То есть сейчас зарабатывают банки и застройщики. Покупатели, как обычно, здесь за всё платят. Однако это не означает полного сворачивания мер по поддержке граждан, нуждающихся в собственном жилье. Федеральные власти наверняка что-то оставят. Но это будут уже точечные шаги, направленные на определённые группы населения. Это могут быть семьи многодетные, где рождается, например, четвёртый, пятый ребёнок. Это могут быть семьи, которые решили переехать в сельскую местность и там вести определённую деятельность. То есть какие-то вот такие точечные программы поддержки, они, конечно же, будут, которые не приведут к активному росту цен на жильё. Что касается рынка новостроек, то закрытие льготной ипотеки может охладить пыл инвесторов. Количество начинаемых строительством домов вполне возможно снизится. Кроме того, цены, скорее всего, как минимум стабилизируются, а то и поползут вниз. А ещё снижение платежеспособного спроса вынудит застройщиков пойти на всевозможные акции. Покупки без первого взноса, рассрочки, льготные какие-то периоды, как сейчас существуют программы, когда вносишь первый взнос, потом два года ничего не платишь, и через два года берёшь второй транш, это траншевая ипотека. И тогда уже, когда квартиру человек получил, вселился в неё и начинает платить ипотеку. А ещё на спрос со стороны граждан может повлиять новая тенденция, которая фиксируется в первую очередь среди молодёжи. Цены на квартиры выросли так, что намного выгоднее просто снимать жильё, а не связываться с многолетним кредитом.